Друзья, как дела? У нас время сколько часов? Наверное, 10. Да. Я немножко сегодня одела свою повсочку старую. Когда-то в Коско мне ее 2 года назад... 3 каких? 4 года назад подруга подарила. Сегодня я сделала красивую прическу. И мы собрались с моей подругой опять встречаться. То есть мы сказали, опять сделаем этот план, поедем утром к ней, проведем время вместе, посмотрим фильмы, попоем караоке, дети поиграют, там мы для них программу придумали. Ага, план был хороший. Но Габи, так сказать, он не подходил. У Габи она проснулась, тепленькая, без настроения, плаксивая. А спустя где-то полтора часа, после того, как она проснулась, болит ушко. Вот усикс, одно ушко. Вечером едем, конечно, в поликлинику смотреть. Если, не дай бог, воспаление, не дай бог, антибиотик, то придется брать. Поэтому, конечно, наш плейдейт большой на целый день сегодня отменился. Мы дома, поэтому пока что вот видео мое делается, будет подниматься. Я сегодня, так сказать, на страже здоровья. Будем надеяться, что все обойдется. Вот, ну, вот снег опять пошел. Я думаю, что он никогда не закончится. Что, гусенка моя? Что? Баленький мой гусенка. Что? Садится рядом с тобой? Хорошо. Вот мы смотрим. Дори? Вот. Так что, ребята, буду включаться с периодичностью сегодня. Габи сидит в красивой юбочке, которую нам передали из Израиля. И вроде она ничего. И варит. Вроде ты получше. Да, Габи? И варит. Не тепленькая. И варит. Вава. Попросила Панки. И вава. Вава в ушке болит ушко. И ган вава. Ган вава? Да. Уже не болит? И манукар. Не, ну мы поедем вечером к тете. Да? Поедем. И мама даст конфетку. Габи потом. Да. И там. И там. Не, не, это тут тетя посмотрит, и если надо, даст нам таблетку. Да. Да. Утикс. Утикс посмотрит ушко, да. И все. Моя зяйка. Да. Сейчас тетя померит тебе температурку. В кабинетике. И все. И посмотрит ушко потом, да? Да. Сначала она померит температуру. Сделай так. Раз, два, три, четыре, пять. А потом посмотрит ушко. Раз, два, три, четыре, пять. И все. И мы пойдем домой. И пойдем домой кушать конфетку. Да. И мороженое. А принц? Кэнди. Кэнди. Строуберис. Строубери. Строубери. Строубери сироп. Сироп. Строубери. Ну все, померили. Сейчас у нас после Адвила 37,2 нам записали. Кью, да. Тетя тогда мерила температурку. А сейчас будут ушки. Посмотрит. И мы пойдем домой. Да, одно ушко. Одно ушко, потом второе. Вот она розовенькая. Все, моя девочка. Это после Адвильчика ей легче. Нам повезло, что сегодня... Чик. Это летом будут делать чик. Ребенок настоял, чтобы я уши ей прокалывала. Да, когда будет тепло, чтобы шапочку не нужно было одевать. Будем ушки тебе делать дырочки. Сейчас ее посмотрят ушки. Мы пойдем домой. Нам повезло, что нет вообще людей. Время 6 часов. Нам повезло. Вообще нас сразу приняли. Прямо такое счастье. Все, ждем. На нашем Маккензи. В нашем центре медикал центр, где наш детский врач. Значит, ребята, не знаю, что сейчас видно, потому что снимаю с телефона. Стараюсь говорить громко, потому что знаю, что обычно тише записывают. Не знаю, что там видно, потому что себя не вижу. Смысл в том, что... Болит век живи, век учись. Я уже переживала, что у нее... Ушная инфекция какое-нибудь, воспаление ушей, что-нибудь такое. Пока что баруха, шем. Слава богу, ничего нет. Мы проверили. Слава богу, нас так быстро приняли. В общем, короче, ну, небольшая температура держится. В общем, короче, у нее жидкость в ухе. То есть она мне там даже с рисунком нарисовала и писала. Она говорит, нету воспаления. Слава богу, ничего нету. Если температура до воскресенья не упадет, привести ее в воскресенье опять. В субботу, то есть. По идее, такое бывает. И проходит это, ребята, от 6 до 8 недель. Вода эта выходит сама. Обычно это бывает перед тем, как заболевают соплями. Ребенок иногда такое бывает. Боже мой, такого у меня седо никогда не было. В общем, она говорит, накопившаяся жидкость. Она у нее давит на одну сторону. Одно ухо хорошее, на вторую сторону у нее флюидс там. Жидкость давит ей на это ухо, короче, на среднее. И оно ей делает, как будто больно. Это не боль, это просто пресса, да? Как давление такое делает ей. В общем, короче, будем надеяться, что это ни во что не перерастет. Что температура скоро пройдет. И что мы обойдемся просто каким-то легким. Все, все скучало. Молодец. Сейчас придем домой. Мама даст еще что-то. Молодец. Очень себя хорошо вела. Слава Богу. Все быстренько. Давай бумажку, мама. Давай. Мама выбросит. Это как? Мама выбросит. Придет домой. В общем, мы поехали домой. Наш папа дома, слава Богу, чуть пораньше выехал. И Дошка дома. И мы едем тоже домой. Вот такой вот день у нас. Так, у нас время до 12.8. И я налепила пельный шар. Сейчас первую партию деткам заделаем. Вода уже закипела. Ну, закипает опять второй раз. Господи, здесь все. Мало места. Мне мало места. Когда я говорю, что на моей кухне мне мало места, все смеются. У меня просто рабочая именно зона, где я работаю, очень маленькая. Ой, Господи, упала. Упала, упала пельминь. Так, все. Закипай вода. Вот так что сейчас деток покормим. Потом сделаю вторую партию. Я кормлю нас с Костей. Да, Костя? Ничего. Вот. Так что ребенку вроде как полегче. А мне полегче, что я знаю, по крайней мере, на сегодняшний день, что с ее здоровьем. Конечно, нет ничего хуже, когда детки себя плохо чувствуют, когда они болеют. Ну, что делать? Иногда это происходит. Вот. Так что сейчас отварим пельмешат. Вот я со свиного фарша, который вчера купила, сразу здесь все слепила. И все. Сейчас покормлю деток. Пока они будут кушать, буду делать нам с Костиком партию. Нас покормлю. Надо будет что-то придумать завтра. Ну, Костя на ланч. Может быть, сейчас я сделаю сразу. У меня пока фарш свежий. Сделаю сейчас, может, шарики. Вот эти вот ежики, шарики, тефтельки. Кто их как называет. Так, все, вот водичка закипела. Вот. Сейчас мы забросим пельмешки все. Так как это все свежее, варится после закипания, это будет 5 минут. Что-то синит камера сильно. Синит, синит, синит. Синит, синит, синит. Так. Так. Ой. Все, забросила. Все, сейчас помешаю. Помешаю. Еще надо подсолить. Мне кажется, я не посолила воду. Все. Так они начнут вскипать. 5 минут. И готово. У нас хорошие новости. У нас наконец-то пришла эта вот, как она называется, часть для Айпэда. Там у нас было давно мы купили же еще. И она приехала. И месяц простояла. Видимо, этот контейнер задержали. Не, я уже новый заказал. Не из-за того, что это, из-за нашего. Видимо, там в контейнере что-то было еще. Было, видимо, на растаможке больше месяца. В общем, Костя написал жалобу. Они деньги прислали назад. И он купил новое. Вот они сейчас прислали. Написали даже thank you. Такую вот карточку. Китайскую. Да, Эдушка? Гави уже спит. Наша маленькая больнушка. Ну, мы... А на самом деле была окей. Ну, просто ей... Я на всякий случай на ночь дала ей еще Эдвил детский. Ну, у него там действующий материал. Боже мой, я в темноте. Действующий материал. Эбоброфен. Вот. Сейчас прошлась на почту на улицу. Замученный вид у меня к вечеру. Вот. Ну, волосы-то вроде ничего лежат. Вот. И, в общем, короче... Да. Так что Костя сейчас будет делать iPad. И спустя два месяца или сколько у нас не было iPad. Я уже не помню. Он наконец-то включится. Вот. Ну, и с него, в принципе, справлялись. Но с ним веселее. Габи в нем любила рисовать пальчиком. Такая программка. Она рисовала там. Ну, и мультики, конечно, иногда смотрела. Ну, все. В общем, одним словом, как он заработает iPad. Если он заработает, ну, я в способностях своем уже не сомневаюсь, то я вам покажу. Костя пока не может отремонтировать эту штуку. Что-то там не срабатывает, короче. Он еще пытается. Говорит, что осталось один процент надежды есть. Поэтому мы дружно ждем с едошкой. Я, короче, сделала еще там, долепила пельмешки на завтра себе. Сейчас делаю тефтельки. Тушатся уже. Но я их сделала не с рисом. А я их сделала с перловкой. Это называется перловая каша. Да, я вам проверю, я вам напишу здесь. Ну вот, оно сейчас тушится в томате. Такой сети будет на ланч. Завтра деткам они любят такого плана. Все, что с фаршем, детки мои любят. Фаршевые. Да, Итошка? Да, сейчас уже будет садиться батарея. Очередные вопросы, почему мои дети, говорят ли мои дети на русском языке. Мои дети понимают русский язык и говорят на русском по желанию, так сказать. Смотрела последние дни два. Я иногда смотрю странные фильмы. Это такие фильмы, которые выключаются и думают, так, ну что это может быть? Ну, включим, посмотрим. Включаешь, начинаешь смотреть и так уже втягиваешься, думаешь, ну ладно, ну сейчас я выключу, сейчас вот это только узнаю момент и выключу. Так я посмотрела два фильма. Один называется Гослип, как он Гослип, Гослип, этот Сандляр, который. Не, не, там что-то, не важно, я вам напишу. Вот, и второй тоже с Николь Кидман. До последней минуты не было понятно развязки. Фильм такой дурноватый, я такой не люблю. Вот, но досмотрела. Вот, сейчас вот, когда мы телевизор сюда вниз принесли, я так больше времени у меня для Нетфликса освободилась вечером посмотреть какие-то фильмики, так стараюсь что-то просмотреть. все сынок, дай мне пульт во время стекло. Мамина время настало на пульт. Все, в общем, ребята, такие вот у нас дела. Это был наш четверг, сегодня не было хора, сегодня был выходной, завтра пятница, и еще одна неделя подошла к концу очень быстро. Да, у нас еще есть два дня выходных, поэтому и Доша, еще кроссовки твои нам нужно постирать, которые ты принес. не получишь новые кроссовки. Нет, сейчас нею ты еще не получишь, потому что эти еще тебе хорошие. Не, этот год ты доходишь еще в этих кроссовках, в следующий год я тебе куплю новые. Окей, бэйби. Я не хочу новое, я хочу новое. Ну, я знаю, ты все время хочешь что-то новое, сынок, это окей. Ну, я летом куплю тебе, может, свежие кроссовки, посмотрим. Сейчас пока у тебя есть. Дошенька, ты все время получаешь все, что ты хочешь, поэтому хватит жаловаться на жизнь. Все, ребяточки, я желаю вам спокойной ночи, я хотела еще что-то сказать. Работает? Ура! Где? Да, это все в прямом эфире. Ей! Ей! Папа, ты молодец, ты молодец! Папа, молодец, ну, наш папа герой, ну, я знала, я знала, что ты все сможешь сделать. Видишь, и душа папа сказал, одна, один процент надежды есть, но он не сдавался, он never give up, и он сделал все. Не, подожди, подожди, подожди. Папа, ты молодец, папа, ты гордишься собой? Несколько слов, несколько рекомендаций для тех, кто будет ремонтировать iPad. Не давайте ребенку iPad. Не давайте ребенку iPad. Пока. Вау, Кись, ты молодец, слушай, вот это ты умница, ну, что можно сказать, такого мужа имею. Да. На все руки мастер. На все руки мастер. Ну, вот так мы и закончим наш день. На веселой ноте. Время 10 часов. Нового времени. Я еще по-старому не могу. Все равно по-старому, сколько это? 9 часов. Я еще все по-старому времени считаю. Спокойной ночи, Руслан. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok